Друзья мои, всем привет! Снова вы, снова я, меня зовут Егор, рад вас видеть на своем канале. Пока где-то там, в одном ужин, где делают для меня красную бумагу, так называемую, в другом ужин, где делают для меня карту тахографа, как видите, загрузил я поиски и ужин, да и работай, ну, чтобы не расслаблялись, чтобы как бы работали, да? И пока в режиме ожидания снимаем видео на разные, так скажем, отвлеченные темы. Сегодня поговорим об альтернативной работе водителем, чтобы вот не в такси, а где-то еще, и чтобы вот не в дальноборе, а где-то еще, и об этом сегодня поговорим. А данное видео в первую очередь выходит благодаря моим спонсорам, вот эти ребята. Им большой лайк от меня, а от вас я тоже жду лайк этому видео. Еще один такой маленький момент, так как уже скоро у меня на канале будет миллион подписчиков, осталось приблизительно 975 тысяч, и я думаю, что к концу месяца мы это сделаем. Естественно, с вашей помощью, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки и погнали смотреть этот видосик. Ну, а если серьезно, друзья, все, кто меня давно смотрит, видели, как там я последние года работал в такси, и как периодически меня подмывало с него куда-то уйти, да? Кто-то помнит мое видео, но одно из самых популярных вообще на моем канале, это 500 злот в день на работе на бусе. Это был мой опыт работы на такую говнокомтору, как Фриско. Вот. И как-то вот весной, летом, каждого года меня подмывало, последних нескольких лет, меня подмывало уйти из такси, найти какую-то себе другую, так скажем, нормальную работу, да? Вот. Что я всячески как бы пытался сделать, и наконец-то, вот меня сейчас спрашивают, и наконец-то вот я с такси распрощался, и, честно говоря, чувствую себя прекрасно. Вот. Намного лучше, чем когда работал в такси. Потому что, ну, потому что просто мне уже надоело, надоело, в общем, не важно, не об этом сейчас видео. И, значит, как-то вот сидел, я листал OLX на днях, там, смотрел разные какие-то работы, и увидел работу, на которую я ходил в прошлом году. И я вспомнил, что я даже снимал видосики. Датируется там первое видео 8 августа, то есть, вот, уже скоро как год, и я эти видео благополучно снял, на телефон скинул на ноут и забыл. Вот. И сейчас я вспомнил и решил поговорить. Тем более, что самый прикол в том, что зарплата там не поменялась за год. Вот вообще как была, так и осталась. Значит, сегодняшнее видео, это больше вот такая ретроспектива годичная, но, как я сказал, ничего там не изменилось. Это вот к вопросу, где можно работать на месте водителем. Это, я же говорю, это один из вариантов. Не стопроцентный никакой, не истинно в последней станции. Это то, что я пробовал, и то, что я вот лично знаю. И приглашаю вас смотреть вот то, что я наснимал год назад, плюс какие-то вставки, комментарии, что я хочу уже сказать из дня сегодняшнего. Погнали. Итак, давайте конкретнее. Что за работа? Нашел я ее буквально в среду на OLX. Я стоял между какими-то заказами, какая-то была такая пустота. Я втыкал на OLX, смотрю, работа в кейтеринге. Что такое? Кейтеринг – это там, где готовят еду, и ее потом доставляют. Этот кейтеринг диететичный, то есть вся еда, она по диетам. Но это не конкретно слово диета, как у большинства. А диета, в смысле, люди просто соблюдают количество калорий. И там, например, там есть вегетарианская, вегетарианская с рыбой, без глютена, без лактозы. Там просто обычная, там 1200 калорий, 3500, 1200, неважно. Ну, в общем, каждый там заказывает себе такое, какое хочет. И задача человека – доставить. Вот я пошел работать таким человеком, просто позвонил. А у меня был такой опыт, я уже такое делал во Вроцлаве. Работал так вот в 2016 или 2017 году. То есть я понимаю вообще, как это все устроено. Все, позвонил, рассказал, говорю, да, могу приехать. Прямо вот я днем звонил, а это работа ночью. То есть людям доставляется кейтеринг ночью, как бы, потому что многие берут его на работу. Ну, вот эти все дела. И ты должен там до 6, до 5 утра довезти людям. Начинается это все в 20 часов. Ну, в 20 около того нужно быть на месте и там успаковывать, все упаковывать. В общем, в первый же день, в среду, я пришел и проездил трассу с чувачком. Молодой пацан, 19 лет, его первая работа вообще. Вот, мы там поездили, ну, все нормально. Потом, как бы, в четверг у меня уже было до этого запланировано, я должен был забирать людей из аэропорта Модлин там. Получается, я не успевал. Ну, я сразу этот момент обсудил. А пятница и суббота, выходной день. Старт, то есть этого всего, с воскресенья по четверг. То есть 2 вы, соответственно, я уже пришел в воскресенье. То есть вчера и я был сам. А вчера я отработал один день и просто понял, что такси это классная, прикольная штука. И вот это я не хочу это делать. Вот, потому что по телефону, знаете, как вот на словах ты Лев Толстой и на деле там, ну, каждый знает, что на деле. Такие работодатели, они всегда рассказывают, как все чудесно и прекрасно. Потом наступает реальность и она совсем другая. Вчера, так как я, типа, сам сразу, ну, чуть ли не на второй день, хотя люди там, типа, когда у них все нормально, люди ездят 4-5 дней с кем-то, смотрят на работу. Я на второй день поехал уже сам. И мне, как бы, из-за этого скостили 10 адресов. По факту потом 9. Ну, случалось так, потому что у меня оказался лишний пакет, но мне, как бы, скостили 9 адресов. Когда я ездил с этим пацанчиком, я смотрю, что он наматывает много кругов. Я-то Варшаву хорошо знаю и понимаю, что много где можно ездить совершенно по-другому и будет быстрее. Вот я ездил и если мне по телефону сказали, что можно заканчивать в 2, в полтретьего, я такой думаю, в 8 начинаешь, в 2 заканчиваешь, 6 часов, нормально. Вот, потому что я, может, там спать ложусь в 12 часа, тут еще чуть-чуть на часик поработал дольше, лег спать и еще как бы как бы работа получилась. Вот, но по факту случилось так, что все-таки мы с этим типом закончили почти в 5. Я такой, я обалдел просто. Вчера я делал подобное количество заказов, то есть всего лишь на 3 меньше, чем тогда делал с ними, я закончил в 3.20. Где-то так, без 15 я, значит, начал, в 15.45 я начал и закончил в 3, в 3.20. А вот 3.20 и там 4, 7 часов 45 минут. В общем, работаю следующим образом. Вот у меня есть лист, тут адреса, там диеты и так далее. Беру его, беру с собой телефон, иду, открываем, видим, тут все лежит. Ну, все немножко попадало, но ничего страшного, это же жизнь. Выбираю тут нужное, значит, у меня диета спорт, 2.5. Так, ищем, испорные испорины взяли. Машину закрываем обязательно. Все закрылось. Идем, идем, в листе ищем, в листе ищем этот. Вот домофон вводим. Сейчас, он. Все. Уходим, идем. Так, тут карточки написано. И этаж, вот все на свете. Называем лифт. Второй этаж у нас. Неудобно, конечно, держать и снимать. Ну и все. Сейчас покажу, как вставим по двери. И я сделал фото, но для этого мне нужен будет телефон. Поэтому прекратим немножко съемку на обувь. Сейчас расскажу, что, как, зачем и почему по зарплате. Вообще зарплату мне в первый обучающий месяц, в месяц обучения пообещали 3.300. Вот. И вообще было такое условие, что я неделю смотрю на это все и там принимаю решение. Да, да, нет, нет. Ну так как я, в принципе, с этой работой знаком-то все сделал без ошибок. Показал себя еще и на сортировке там в первый день, когда был с этим пацаном, что, ну, я разбираюсь. И вчера я там все доставил и вовремя, и точно без всяких этих. И, как бы, еще я приехал, лег спать, естественно, потом в обед мы созвонились с этим этим. И он мне говорит. И я же ему, я понимаю, что я ему уже скажу, типа, нет, я не хочу, как бы, этим заниматься. Ну, у меня, мы договаривались, у меня было время, неделя, посмотреть и решить. Как бы, а он уже мне говорит, еще один день, и я сразу без вот этой зарплаты там в 3.300, я сразу даю хорошую зарплату, вот, но там она зависит от количества пунктов. Хорошая зарплата отличается ненамного, это там 3.500 и выходит где-то там потолок, короче. Ну, может, 3.700, но это уже совсем там надо фиачить конкретно. Самое интересное, что во Вроцлаве еще в 2017 году за подобную работу я получал 3.000 злотых, а в 2022-м 3.300 в Варшаве. То есть делать не, там, не 56, как у меня было вчера, а делать, ну, там, около 80, вот. Ну, это тогда точно 2 часа ночи ты не закончишь. Значит, моя зона ответственности районы, центр, воля, ну, это кто шарит в Варшаве, и, ну, там, в Лухе немного, и БМО. Вот, машина, значит, Peugeot Partner 2019 года, достаточно убитая, дают короткий обзор на машин, такой вот Peugeot Partner, руль немножко покоцанный, тут немножко покоцанная, есть музыка, я не слушал, есть кондиционер, светится, но не греет, ну, не холодит, ключ вот такой вот, вот это больше всего, потому что ложь в карман открывается, там, зацепляется, и вот это меня бесит на самом деле. Больше всего, все остальное, как бы, не страшно. Ну, грузовой кузов, там все это лежит, все пакеты, тут от Peugeot Partner 2019 много мусора, вот, ну, так как я ездил на машине, говорю, если бы я оставался, я бы ее вычистил, вот, ну, так как я не остаюсь, ничего делать не буду. Там зарядный телефон, нужно иметь свое крепление, в этой машине есть, но это оставил тот молодой пацан, который тут работал, вот. Тут тоже, кстати, мусор на полочке. Такая, такая история, такая машина. Сейчас поеду, ну, я ее оставлял тут возле предприятия, сейчас поеду туда грузиться. Ее домой, заправляют за счет фирмы, в принципе, можешь по каким-то своим делам ездить, ну, так, не наглее, ну, то есть, на море нельзя, но там магазин можно, ну, типа такого плана. Что еще рассказать? Короче, какой-то там умовый, там толком не подписывается, или как бы подписывается, но это, ну, просто, опять же, что меня всегда поражает в Польше, я пришел, какой-то хер зары, мы просто разговаривали по телефону, он сфоткал мои права, как бы. И все, я вчера получил полную машину, загруженную, ну, едой, вот это все, и поехал, и как бы. Ну, и сегодня, когда мы с ним созвонились, он же мне начал же тулить, что все, пан там все нормально сделал, все четко, еще один такой день, и я сразу предлагаю другую зарплату, как бы, без вот этих 3 300, вот, и, а я слушаю, я говорю, ну, как бы, все норм, единственное, что, а, да, козырек, не варианты к датчикам, потому что, ребят, извините, я не хочу поморщиться, вот, я говорю, нет, наверное, нет, давай я привезу, короче, ключи, и так далее, и он мне говорит, что, ну, нет, так тоже нельзя, я вот, ну, а кто сегодня поедет, и так далее, ну, блин, ну, слушай, ты брал человека, которому надо было договор, посмотреть, ну, я посмотрел, говорю, ну, нет, не хочу я это делать, как бы, и он такой, ну, блин, что, я говорю, ну, слушай, могу там сегодня еще приехать, еще раз все сделать, он говорит, ну, хорошо, хотя бы так, вот, в общем, сегодня я еду, еще раз это все сделать, и еще такой момент, что он перезвонил мне часа через два, и сказал, что есть человек, и я его буду сегодня уже обучать этому ремеслу, то есть, просто, у меня карьерный рост, от того, что там, мало того, что я неделю не стажировался, как сказали, объявили, да, там, потом, значит, сразу считаю, что поехал сам там на второй раз, и на третий раз я уже сейчас буду учить человека, короче, просто. Оцените мастерство, ребят, без году неделя, пришел, один день пробный вместо недели, покатался, все сделал, и на первый самостоятельный день уже обучал человека. Но, ребят, разве это не заслуживает лайка? Разве это не заслуживает вашего комментария? Разве это не заслуживает подписки на канал? Ну, подумайте. Думаю, заслуживает. Я прошел там сразу все. На четвертый день, если бы я еще стал керовником этих керовцев, как там есть, ну, это там родственники его, этого хозяина кейтеринга, то тогда бы был вообще бы идеальный просто-таки рост. Но я, как бы, хорошо подводить не буду, ну, типа, сегодня еще отъезжу. Сейчас я вот еду учить какого-то нового человека заниматься этим делом. И такой немаловажный момент. Меня там еще и кормили. Каждый день давали просто набор еды. Так что сейчас маленький обзор того, что же там можно было покушать, кто кушает, тому приятного аппетита. Так, дома у меня никого нет. Сейчас сам все на работе. Разогрел то, что вот с работы принес. Смотрите, гречка и вот мясо. Один кусочек, два, три, четыре, пять кусочков. Мясо, блин, больше, чем гречки. Тут у нас кабачки и баклажаны. Они такие слегка маринованные, но слегка безвкусные, если честно. Паштет, хлеб и огурчики. Будем завтракать. Тем, что работа послала. Так, ребята, знаю, что вы точно ждали, когда этот блок перетворится в фуд-блок. Мы теперь будем снова делать обзор еды. Значит, это рис, это курица и тут салатик. Ну, я просто не хочу это открывать. Салатик, ну, на угол писел, кстати, а вот салатинник и все запотел. Тут шашлычки, такие, видите, пинал на палочке. Овощные шашлычки и соус. И две порции вот такой, вот такие макароны, пасты, спакетти. Значит, там сыр пармезан, бекон и боб. Боб это такие бобовые, вот эти зеленые. Так, сегодняшний обзор еды. Это паста Беланьеза. Тут у нас хлебушек из нута. Как бы хумус, паста, редисочка с зеленью и тут сырник с чем-то там. Но это вот, кстати, вчерашняя еда. Смотрите, сколько мяса. Рис такой типа а-ля по-тайски. Ну, мне кажется, порция более, чем внушающая. Внушающая. Так, очередной фут-обзор. Значит, это какой-то рис с овощами. Вроде его много. Тут этот же рис, но его меньше. Это что-то в стиле чиликонкарное. По крайней мере, так пахнет. Тоже такое же самое. И вот такой пирог. Был еще второй кусок этого пирога, но я его уже употребил. Это, значит, пирог с смородиной и чем-то таким. Тут такой момент, ребят. Я тут в Польше повидал разного. Я работал во Вроцлаве на подработке, там, ночное изготовление бутербродов для жабки. Тогда, там, я работал во Вроцлаве в пиццерии на развозке. Я работал в супермаркете с полом в славном городе Шрем. Это, там, Велкопозненское воеводство. Велкопозненское. Велкопольское. Да, вот такая дебильная оговорочка. Я сейчас гоняю в пиццерии, пока жду красную бумагу. Я вам хочу сказать, что если вы находитесь в убеждении, что, ну, вот, как бы, все хорошо, ваша еда не валялась по полу и так далее, находитесь. Потому что, если рассказать правду, то, возможно, вы похудеете и убрете, так как ничего не сможете кушать. Приятного аппетита, кстати, если кто сейчас и ест. В общем, ребята, я снимал много всю неделю. Сейчас расскажу, почему всю неделю. Получилось много и местами даже интересно, но в сумме это было бы очень-очень длинное видео, поэтому я решил сейчас переснять все одним куском. Смотрите. В общем, как бы, договор был такой, что с хозяином этого всего дела, что я выучу человека, это, грубо говоря, два дня, и все. В итоге, как бы, было три человека, которые приходили по одному дню и сливались. Они были довольно, там, разные, довольно странные. У одного это была только первая работа в жизни. Он там ищет особый график, чтобы мочи. Была у него возможность ездить к своей девушке, там, в лодьс. Другая, точнее, просто такая немного чудноватая барышня. Ну и, как бы, сами понимаете, что барышня не кислиная, потому что шарахаться ночью по подъездам, это, как бы, не для каждой, вообще, девушки. Третий человек был, вообще, непонятно, почему пришел, потому что он мне сказал, ну, мне вообще-то работа прямо сейчас не нужна, потом, когда-то в будущем, если кто-то есть, кому прямо сейчас нужна работа, то надо этому человеку эту работу отдать. Ну, вот такая фраза, как бы, была. Значит, потом даже один день вообще кандидаты не пришли, я все сделал сам. И договор был сначала, что я кого-то учил два дня, а, в общем, так как люди сливались, он меня попросил до конца недели. Конец недели, это был четверг, до четверга никого не было, и он меня еще очень сильно упросил, потому что уже были люди на воскресенье вчера, то есть, и он меня очень сильно просил, что еще вот один день воскресенья. Я уже, как бы, не хотел максимально, но согласился, думаю, ладно, там чувак нормальный, как бы, ну, вот он именно просил, как бы, о помощи. Тем более, помощь оплачивается. Да, хорошо. Я еще вчера был с одним человеком, он был с другим человеком, тот человек, с которым я тоже вчера был, он, ему не очень понравился, потому что, ну, надо будет там чувак ни рыба, ни мясо. Тот, с которым он вчера сам ездил, ему понравился, вроде он там остается, они там уже сегодня обучаются и так далее. Вот так эта история на данный момент закончилась. Сейчас я еду, отдам машину, но не эту, а там машина-то припаркована там, но у меня ключики, у меня фактура там есть за топливо, и это все отдам. И так как сегодня просто праздник, день войска польского, хоть и понедельник, но день выходной, нет бухгалтера, который посчитает там деньги мне, поэтому еще на неделе придется приехать за выплатой. Так, что, понедельник наступил, забрал деньги с Катеринга, вышло 1100 он мне посчитал, это за 6 дней, в котором один день пробный. Его посчитали как сквозлоток, все остальное он мне разделил 3500 на рабочие дни, таким образом посчитал. Значит, подвести в день. Но у меня была одна ошибка. Я в один день поставил мне под те двери, и диета, грубо говоря, пропала, человек ее не получил. За ошибку с меня вычли 50 злотых. То есть, как бы, 1100, в итоге получил я 1050. Нормальный результат, ошибка, я себе признаюсь, но это сугубо моя ошибка, потому что я просто на этаж ниже приехал и поставил не под те двери. Ну и, ребят, серьезный итог из того, что вы посмотрели, что вы увидели. Смотрите, касаемо работы, какой-то на месте. Она, безусловно, есть. Единственное, я хочу сказать, она есть и достаточно высокооплачиваемая тем же водителям, но ее мало высокооплачиваемой. Работы на 3000, да, ее много. Причем на 3000 может быть из категории С, да, там, или там 3,5, вот. Но есть какой-то там потолок у вас вообще. Что касаемо категории Б, то этот потолок, он еще ниже. Чем там, например, с Сэшкой. И эта работа, я не говорю, что вся развозка кейтеринга такая. Нет, я не утверждаю. Эта работа просто одна из многих. Но это какие-то пресловутые фриска. Это такая работа, которая проигрывает банально любым другим работам. То есть, незачем тратить свое время где-то, если его можно потратить в другом месте, просто и получить больше денег. Ну, реально. Это такова реальность. Потому что мы же на рынке. Мы тупо продаем свое время, свое умение за деньги. Поэтому лучше найти, как бы, вариант получше. Пусть эта и тавтология сейчас прозвучала, но так оно и есть, ребят. И смотрите. Как я говорил тогда за фриска, то есть, ты там за 10 злотых на тот момент, я не знаю, сколько там сейчас платят, но за 10 злотых задостал, вот это мог переносить, как бы, у его тучу воды и получить 10 злотых. И, например, на том же каком-нибудь Uber Eats получить минималку там в 7.50 и принести, ну, бургер, пиццу. Понимаете? То есть, 10 упаковок воды и бургер, пицца там с колой или что-то кофе. Понимаете? Это же разные вещи. Во-первых, нести на 9 этаж или на 5 этаж без лифта нести пиццу, нести бургер, там нести суши. Это один вариант и нести 10 упаковок воды это другой вариант. Я не говорю, что там была одна вода. Нет, но ее было. Это было все. Так же самое и с вот этой вот доставкой в конкретном кейтеринге. Машины убитые, адресов много, зарплата 3000. Ну, там 3 700, там потолок. Ну, так на 3 700, извините, нужно наработать. Да? И при этом, например, сейчас я гоняю в пиццерии, пока я жду вот это вот все. Ну, блин, с чаевыми в день можно там заработать 250-300. Да, на своей машине. Ну, 200, там 230 можно заработать на машине фирмы. Вот. И как бы там нужно отработать 20-22 дня на то, чтобы получить первый месяц 3 300. И на той же, короче, вот такой подобного рода пиццерии можно заработать эти же 3 300, там, например, за 15-17 дней. Понимаете? В этом разница. Друзья мои, я сейчас монтировал, и выходит, что я слишком шоколадно все рассказал. Смотрите, в чем штука. Вы должны понимать, что можно заработать, это значит, если вам дадут чаевые. Их дают не всегда, то есть были у меня дни, где было 3 золотых чаевых, было у меня дни, где было 40 золотых чаевых. Вот. Соответственно, ну, считайте, да, там, ну, в среднем, наверное, 15. Вот так где-то можно насчитать. И второй вопрос. Вы когда работаете на своей машине, соответственно, все по вашей стороне вы возите, то есть это никого не волнует, там, ваше топливо, страховки и так далее. То есть, ну, тут нужно понимать, что не все идеально и не все гладко, но так же, как и там. То есть, это нельзя все считать вот в голом виде, вот все цифры, вы посчитали, что, ага, там, 250, зачем идти на бус, да, там, типа, такого плана. Нет, везде есть свои тонкости, и об этом нужно. Вот. Ну, и при этом, например, и там, и там тебя кормят, да, это же тоже важно учитывать, как бы, ну, единственное, что там еда более здоровее в кейтеринге, все-таки гречечка, там, с курочкой, это с салатиком, это более здоровое, чем, там, пицца или макароны постоянно, да, какая-то паста. Ну, я имею в виду такие вот моменты. Это вот просто я показал один из вариантов, куда можно пойти. Каждый решает сам для себя. Такая работа есть. Вот так она приблизительно выглядит. Вот. А вам спасибо за то, что смотрите, поддерживаете всеческий канал. Ждем дальнобой. Я думаю, что его ждете вы, его жду я. И как только все будет готово, так мы поедем. Пишите свои комментарии, свои впечатления. Ставьте пальцы. Вверх. Кому понравилось, кому не понравилось, конечно же, ставьте пальцы вниз. Давайте добиваем до миллиона. У нас осталась неделька до этого месяца и миллион подписчиков как будет. Я сразу разыграю Деоланус на этом канале. Серьезно вам говорю. Только миллион подписчиков. Деоланус разыграем сразу. До новых встреч, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok